Здравствуйте, уважаемые трейдеры, с вами я Екатерина Стихина и обзор азиатской сессии от 5 апреля. Акции Новой Зеландии, Австралии и Японии сегодня снизились вслед за негативными сигналами с торгов на Уолл-стрит накануне. Неопределенность на рынках нарастает в ожидании выхода важной макроэкономической статистики из Соединенных Штатов. Сегодня будут опубликованы отчеты об уровне деловой активности и количестве новых рабочих мест в частном секторе США. Вчера уже вышли данные по числу открытых вакансий на рынке труда. Этот показатель упал до самого низкого уровня с мая 2021 года. Для инвесторов падение деловой активности и замедление роста рабочих мест в крупнейшей экономике мира означает возможный разворот ястребиных настроек американского Центробанка. Одновременно продолжают поступать ястребиные комментарии спикеров Федрезерва США. Например, вчера с похожими заявлениями выступили Лоретта Местер из Федерального резервного банка Кливленда и Джеймс Буллард из Сент-Луиса. Поскольку рынки предпочитают более позитивные сценарии, а опасения системного банковского кризиса ослабли, доллар США продолжает торговаться на недавних минимумах. Его цена по индексу к корзине валют G6 после вчерашнего снижения так и не смогла восстановиться. Доллар США упал до самого низкого уровня за последние пять недель. После этого обновил многодневное дно и в начале среды торговался в Азии на уровне 101,6. Также на настроения по доллару давят упавшие доходности гособлигаций США. Консолидация американцев в начале среды в ценовом коридоре между отметками 101,40 и 101,60 говорит об оптимизме рынка в ожидании статистики по ценам и уровню занятости США. Большинство инвесторов, похоже, ждут более мягких данных и, как следствие, смягчения политики ФРС. Кроме того, движение рынков в Азии ограничено сегодня праздниками в Китае и Гонконге для японской иены. В ее паре с долларом США сегодняшнее утро прошло относительно спокойно, однако день предстоит более напряженный. После лучших, чем ожидалось данных по активности в сфере услуг Японии, в центре внимания окажется рынок труда и сектор услуг США. Кроме того, обозначившиеся проблемы со статусом доллара США в качестве резервной валюты тоже вселяют в продавцов иены некоторую надежду, так что курс пары в начале среды ушел вниз к отметке 131,40 иен за 1 доллар. Поддерживают укрепление японской валюты и упавшие доходности американских госбондов. В то же время доходности японских государственных облигаций сегодня превысили порог в 0,5%, а это в прошлом году приводило к интервенции властей Японии на валютный рынок и тоже поддерживало иену. Напомним, что уже на этой неделе в центробанке страны должны произойти смены руководства управляющего и его заместителей. И, скорее всего, никаких действий со стороны регулятора до тех пор, конечно же, не последует, так что иена остается сегодня под влиянием внешних событий, а они пока ей лишь благоприятствуют. Курс иены к доллару США уверенно снижается в ценовом диапазоне 131,20 – 131,90. Пока рынок ждет от ФРС США остановки по ставке, а в центробанке Австралии такая пауза в настройках уже наступила. Однако там не исключают и дальнейшее повышение ставки. Об этом предупредил сегодня глава ведомства. Он говорит, цитируем, «может потребоваться некоторое дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в разумные сроки», – так заявил он сегодня во время своего выступления о перспективах монетарной политики. В Австралии целевой уровень инфляции выставлен в диапазоне между уровнями 2,3%, а последние данные за четвертый квартал 2022 года показали максимальные значения за последние 30 лет – это 7,8 пункта. Так что почти нет сомнений, что без дальнейшего ужесточения политики все же не обойтись. И апрельская остановка – это всего лишь пауза для оценок и раздумий. И по словам главы Резервного банка Австралии Филиппа Лоуи, Центробанк пересмотрит свою политику уже на своем заседании в мае с учетом обновленных данных по инфляции и экономике. Филипп Лоуи также подчеркнул, что на будущее решение по ставке повлияют и глобальные ключевые факторы, например, перспективы мировой экономики и последствия недавних банковских потрясений в США и Швейцарии. Цене австралийского доллара выступление Филиппа Лоуи мало помогло. Наоборот, в азиатскую сессию курс ОЗИ к американцу нарисовал на торговом графике крутой опеке и упал в область отметки 0,6700. Слабые цены на нефть, золото, осторожность инвесторов перед выходом ключевых данных с США, плохо растущая экономика Китая – все эти факторы лишь продавливают цену австралийца вниз. И в начале среды пока ничто не говорит о том, что его красный ценовой диапазон между 0,6695 – 0,6779 сменит какой-либо вектор. На поле ОЗИ пока безраздельно влавствуют исключительно медведи. Пока австралийский регулятор остановился, чтобы оценить полный эффект от своих действий, Резервный банк Новой Зеландии сегодня преподнес ястребиный сюрприз. Вопреки ожиданиям, он превзошел рыночные прогнозы и повысил ставку сразу на полпункта. А в целом с октября 2021 года за 11 заседаний подряд новозеландский регулятор поднял ставку на 500 базисных пунктов. В своих комментариях правление Центробанка страны объяснило такие неожиданные ястребиные решения тем, что инфляция в Новой Зеландии все еще слишком высока и устойчива. Понятно, что после столь неожиданного шага Центробанка новозеландский доллар подскочил в цене. Его курс к американцу достиг самого высокого уровня за 7 недель отметки 0,6300. Однако киви слишком зависит от внешних факторов, да и состояние экономики Новой Зеландии пока устойчивым не назовешь. Поэтому рост новозеландца в ценовом диапазоне 0,6303-0,6375 несколько подрастерял свой первоначальный импульс. В конце азиатской сессии киви уже отступил от взятых пиков и торговался на отметке 0,3616. На этом обзор азиатской сессии среды подошел к концу. Ну а мы продолжим наблюдать за событиями на мировых рынках. Не забывайте, что мы открыты для обсуждений, поэтому делитесь своим мнением и задавайте интересующие вас вопросы, а наши эксперты постараются на них ответить. Оставайтесь на связи. ИнстаФорекс работает для вас. До встречи!